Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Катя, вы на новом канале о похудении и здоровом образе жизни. Сегодня я буду готовить диетический пирог из овсяных отрубей. Ну что ж, поехали! Для приготовления нашего пирога нам понадобится немножко кипяточка, чтобы растворить сахарозаменитель, овсяные отруби, два сырых яичка, обезжиренный мягкий творожок, кефир обезжиренный, разрыхлитель теста, ванилин, цедра лимона, обезжиренное какао, формочка силиконовая для выпекания и желательно трафарет для создания узора сверху. Всыпаем в мисочку 2 столовые ложки овсяных отрубей. Я беру с горочкой, так хорошенечко. Отруби я использую нордик и это не реклама конкретно этих отрубей, просто перепробовав достаточно много различных видов, я все время возвращаюсь к ним, они самые лучшие по качеству. Отправляем в мисочку к нашим отрубям 2 сырых яичка, пакетик разрыхлителя и пакетик ванилина. Дорогие друзья, ни в коем случае не путать с ванильным сахаром, так как ванильный сахар доктор Дюкан, как и любой другой сахар, нам запрещает. А вот ванилин вполне можно использовать. Либо, если у вас есть какой-то аромик, то можно добавить аромик, бисквит, печенье или какой-то другой по вашему вкусу. Дальше в нашу мисочку отправляем остальные ингредиенты. Это цедра 1 лимона, пару столовых ложек обезжиренного кефира, творожок в моей пачке 200 грамм. Я беру оттуда только треть пачки для теста, а остальное пойдет на начинку. Все, теперь... А, ну и, конечно же, сахарозаменитель. Тут каждый кладет его по своему вкусу. Все, все ингредиенты готовы. Теперь осталось очень тщательно это вымешать и дать настояться хотя бы минут 5-10, чтобы отруби набухли, и чтобы разрыхлитель успел вступить в реакцию, и тесто немножечко поднялось. Если тесто настаивается, хочу вам рассказать о всех вот этих премудрых ингредиентах, как обезжиренное какао и аналогичные. Сухое молоко обезжиренное будет у нас в дальнейшем встречаться. В моем городе всех этих премудростей нету, и я заказываю их на сайте Пекарь-Кондитер через интернет. Если в вашем городе такое есть, вам повезло. Если же нет, то интернет придет вам на помощь. Достаточно много сайтов разных, кондитерских, пекарских, и там имеются и обезжиренное какао, и клейковины, и сухое молоко обезжиренное. То есть достать их в интернете, заказать, это абсолютно не проблема. Но вам эти все ингредиенты в будущем понадобятся, так что в любом случае я советую вам запастись ими. Тесто настаивалось, я сделала для него начинку, намазку. Для этого я смешала остальные 2-3 пачки обезжиренного нашего мягкого творожочка с сахарозаменителем, и еще я добавила туда 4 капельки ароматизатора апельсин, так как они с лимоном все-таки в какой-то мере родственники. Сюда мы добавили цедру лимона, а в начинку, в намазку я капнула апельсин. Я думаю, что эти два вкуса будут сочетаться. И будет очень-очень вкусно. Все, дорогие друзья, перекладываем наше тесто в эту чудную формочку и отправляем в микроволновку на 15 минут. Минут через 10 нужно к нашему тесту заглянуть, и там уже будет видно, возможно, надо будет добавить еще 5-10 минут, или наоборот, ему будет достаточно. Я поставила наше тесто на максимальную мощность на 15 минут. Минут через 10 я к нему загляну и проверю, как оно там себя чувствует. Смотрите, я хотела вам показать. Прошло всего 2 минуты, а тесто уже насколько сильно поднялось. Через 8 минут я достала наше тесто из формочки. Оно очень-очень легко оттуда выпало, нигде не прилипло. Переворачиваю его вверх дном и остаток времени буду вот так печь его вверх тормашками, для того, чтобы там с-под низу тесто не замокрело. Итак, я достала наше тесто и держала его на 4 минуты меньше. То есть 11 минут оно пеклось, так как по ходу приготовления я смотрела, что 15 минут ему будет слишком много. И теперь, чтобы наше тесто не было мокрое из-под низу, я ставлю его на вот такую вот решетку и оставляю здесь его до полного остывания. Тесто остывает, я хочу вам кое-что показать. На самом деле, я собиралась делать небольшие маффины, но вчера в АТБ я купила вот такие трафареты для тортиков. И поэтому вместо маффинов я решила испечь вот такой небольшой кекс, для того, чтобы из обезжиренного какао сделать узоры сверху на нашем пироге. Вот их тут в наборе шло 4 штучки. И я думаю, что это очень удобная вещь для того, чтобы украсить тортик и разнообразить его внешний вид. В общем, сейчас будем пробовать. Это остыло. Я намазала на него сверху вот эту начинку из творога, которую мы приготовили. Я поместила наш намазанный пирог обратно в силиконовую форму, для того, чтобы, когда я буду сверху уложить трафарет, вот так вот, чтобы он не касался самого творога, а чтобы он был сверху, вот так вот опирался на бортики нашей формы. Я присыпала сверху обезжиренное какао с помощью трафарета. Но, честно говоря, из-за того, что у него закругленная форма, то по бокам мой рисунок не настолько четкий, как бы я хотела. Я думаю, что на плоском торте этот рисунок был бы виден гораздо более четко. Но главное, что это вкусно и что мы его немножко украсили. В принципе, трафареты пригодны. Надо только приловчиться ими пользоваться. Вот такой замечательный пирог получился у меня. У него шикарный такой цитрусовый легкий аромат. Сейчас я разрежу его и покажу вам, как он получился внутри. Так, дорогие друзья, вот я его разрезала. Он внутри идеально пропекся, не мокрый, не вогкий. Очень-очень хорошее тесто внутри получилось. Воздушное, воздушное и пышное, прямо как бисквит. В этом рецепте мы использовали свою дневную норму овсяных отрубей. Здесь 2 столовые ложки. И это отличный способ разнообразить прием наших овсяных отрубей. Дорогие друзья, приятного всем аппетита! Готовьте с удовольствием, экспериментируйте! Пока-пока!